Слово Божие Этот мудрый совет, который нам дает Библия, крайне важен. Я бы хотел, основываясь на этом стихе, передать вам несколько ценностей и несколько библейских истин, которые относятся к этому важному совету. Мы знаем, что в Израиле крыши были плоскими, и для того, чтобы люди могли ходить по крыше, необходимо было ставить защиту, то есть поставить перила. Я подумал о том, каковы четыре перила нашего дома, то есть нашей жизни, которые сохранят нас от падения, ран, преждевременной смерти. Какими должны быть эти перила, чтобы мы не страдали от ошибки в строительстве? А вот что я нашел, основываясь на Слове Божьем. Первая часть защитных перил или первое ограждение можно назвать слушанием. В книге притчей, первой главе, 33 стихе написано, «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Умение слушать — это все более редкое искусство, потому что мы все стремимся найти людей, которые будут абсолютно внимательны к нам. Бывает, что вы встречаетесь с другом, и у вас на сердце что-то рассказать, но оказывается, что этот друг озадачен, и вместо того, чтобы слушать вас, он сам говорит без остановки. В таком случае вы устанете, вернетесь домой расстроенными, потому что вы не нашли внимательного слушателя. Благая весть заключается в том, что Бог всегда внимателен к нам. Бог любит нас, и Он внимателен голосу каждого из нас, к зову сердца и даже к тому, что мы не озвучиваем. Бог любит нас, и Он внимателен, как отец, к своим детям. Библия говорит, послушайте, и жива будет душа ваша. Слушайте, и это будет для вас защитой. Вы будете в безопасности благодаря слушанию и послушанию. Бог так часто говорит в Своем слове, что слушание чрезвычайно важно. Заповеди начинаются таким образом. «Слушай, Израиль!» «Господь Бог наш, Господь един есть». «Слушай» — это первое слово в десяти заповедях. В Исаии, 28 главе, 23 стихе написано. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою». Повторение этих слов должно заставить нас реагировать. Мы должны думать так. Если Бог повторяет одно и то же разными словами, то я действительно должен научиться тому, чему многие, к сожалению, не учатся и не применяют. Важно слушать Бога, чтобы быть с подзащитой, потому что, услышав Его голос, я знаю, как поступить. Я знаю, куда идти. Я знаю, что Бог советует. Я знаю Его голос. Его воля — это моя безопасность. Когда я в Его воле, я в Его безопасности. Для того, чтобы слушать, нам необходимо желание и жажда быть с Ним. Нужно желание слушаться, нужно выделить время этому. Вот в чем сложность. Мы не всегда выделяем достаточно времени для того, чтобы слушать. Мы принимаем решение в спешке, потому что хотим действовать, но мы на самом деле не услышали голос Бога. Вторая часть перил, второе ограждение моего дома, которое я хочу поставить, называется «Святость». Давайте посмотрим второзаконие, 23 главу, 14 стих. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят». Святость — это слово, которому нужно дать определение. Это означает быть отделенным, быть чистым. Бог желает, чтобы мы были святы, отделены для Него. Мы призваны быть святыми. Бог говорит «Будьте святы, потому что я свят». Этот призыв «Быть святым» звучит во всех книгах Библии, но особенно в книге «Левит». В этой книге делается акцент на святости, чтобы мы могли осознать, что Божьи ценности должны быть нашими ценностями и что они крайне важны для успешной жизни. Святость — это наша защита. Быть святым значит говорить «да», когда Бог говорит «да», и говорить «нет», когда Бог говорит «нет». Я должен любить то, что Бог любит, и оставить или укорять то, что укоряет Бог. Часто мы любим то, что любит Бог, но мы не говорим «нет», когда Бог показывает, что нужно говорить «нет». Святость, отделение, чистота — это сильный призыв, который звучит в наше время. Этот призыв не ослабел со временем. Библейское время? И сегодняшнее время — это времена, когда святость одинаково актуальна. Мы призваны быть святыми, отделенными для Него. Господь придет за теми, кто осветился. Он придет неожиданно и хочет найти нас, одетыми в чистую, белую одежду, и будучи в совершенном общении с Ним. Третье защитное ограждение моего дома и моей жизни — это праведность. В 24-м псалме написано «Непорочность и правота доохраняют меня». Нас охраняют праведность и непорочность. Если я живу непорочной жизнью, именно тогда Бог обеспечит мне защиту через это. Опять же, непросто практиковать все эти ценности. Слушание, святость, праведность и непорочность — это непростые ценности. Но Бог всегда дает нам способность жить по Его воле. Он дает нам способность посредством силы Духа Святого и посредством Своего Слова, которое вдохновляет и направляет нас. Во время землетрясения в одном городе дома остались целыми, так как они были так построены, чтобы выдержать землетрясение. Тем не менее, один дом все-таки рухнул, и было немало жертв. Сделали исследование, чтобы понять, почему же этот дом рухнул. Была выявлена ясная причина — соотношение цемента в бетоне было неправильным. Строители захотели сэкономить на цементе, и по причине их нечестности дом рухнул, и человеческие жизни были потеряны. Если мы хотим, чтобы наши дома были устойчивыми, Бог нас призывает жить в непорочности и праведности. Писание говорит нам, что когда Аврааму было 90 лет, Бог сказал ему, «Авраам, ходи предо мной и будь непорочен». Очевидно, что для непорочности нет возрастного лимита. Даже в конце жизни нужно стремиться жить в непорочности и праведности. Это защита для нашего дома и для нашей жизни. Бог всегда любил подчеркивать непорочность в жизни Иова, Даниила, Иосифа и многих других. Непорочность была путеводительной ценностью, которую Бог подчеркивал через жизни своих людей. Теперь мы рассмотрим четвертое и последнее ограждение нашего дома и нашей жизни. Мы говорили о слушании, святости, праведности и непорочности. Итак, четвертое ограждение — это общение. В 132-м псалме написано следующее. «Как хорошо и как приятно жить с братьем вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Недавно мы провели целый ряд крещений среди молодежи. Они все рассказывали свидетельства о том, как они встретились с Богом и пришли к вере в Иисуса Христа. Когда мы слушали свидетельства, меня очень коснулось единства между всеми теми, кто вел эту молодежь. Были лидеры молодежного служения. которые организовали и проводили молодежное служение и библейские уроки по выходным. Вокруг молодежи также были родители, бабушки и дедушки, пасторы, молящиеся церковь. Все вместе, в единстве, они способствовали тому, что молодые люди приняли важное решение своей жизни. Это общение было защитой. Общение это есть и ваша защита. Оставить общение значит терять эту защиту. Я бы хотел вдохновить вас любить общину и стремиться к общению с братьями и сестрами. Это невероятная и замечательная защита. Мы все знаем, что волк нападает на одиноких овечек, которые вдалеке от стада, но он не нападет на целое стадо. Пусть нас защищают праведность, слушание, святость и общение. Я хотел вам напомнить именно эти библейские рекомендации. Спасибо, что провели время со мной. Пусть Бог сохранит и благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин